Всем привет, дорогие друзья! С вами Гайене, и я рада вас видеть на своём канале, где мы вместе изучаем французский язык. И сегодня мы с вами разбираем интервью Жанна-Поля Бельмондо, который, к сожалению, не так давно ушёл из жизни. Наверное, вы слышали уже эту грустную новость. Жан-Поль Бельмондо — это некий символ Франции, думаю, все со мной согласятся. Такие персонажи, как Жан-Поль Бельмондо, Пьер Ришард, Льюи де Фюнесс. Если мы берём музыкантов, это, конечно, Эдит Пиаф. Я думаю, это первые люди, которые приходят на ум, когда говорят о французской культуре XX века. И подбирая интервью для разбора, я всё-таки остановилась на отрывке интервью, которое берёт Бернар Пиво. Это, кстати, тоже такая значимая фигура французской журналистики. Поэтому, когда я увидела именно вот это интервью, да ещё и с Жан-Поль Бельмондо и с участием Бернар Пиво, я решила, что нужно взять в любом случае отрывок из этого интервью. Правда, оно датируется, по-моему, 1998 годом, если я не ошибаюсь. Но в любом случае, само интервью, в общем, длится больше полутора часа. И, естественно, мы с вами возьмём маленький фрагмент. Если хотите, как всегда, ссылку на полное интервью я оставлю внизу в описании. Я его просмотрела, мне оно показалось интересным. Если вам интересна личная Жанна-Поль Бельмондо, то можете глянуть. Перед тем, как начать, хочу сообщить моим подписчикам, у меня появилась страница в Инстаграме. Так что, кто хочет, я буду рада вас видеть в списке своих друзей в Инстаграме. Ссылка будет в описании. И также название моей странички сейчас написано на экране. Как всегда, смотрим сначала полностью отрывок, а потом поэтапно будем разбирать. И я, как всегда, вам напомню, мне придётся вот сейчас деформировать картинку, чтобы на видео не кинули страйк. Потом при просмотре поэтапно мы с вами сможем увидеть уже нормальную картинку. Поехали. – Alors, on termine par le questionnaire. – Oui. – Votre mot préféré ? – Mon mot « variété ». – Le nom de votre théâtre ? – Oui, entre autres. – Le mot que vous détestez ? – Le mot que je déteste, je vais vous dire, « vivisection ». – Votre drogue favorite ? – Le théâtre. – Le son, le bruit que vous aimez ? – Voilà, les jeux audiovisuels, je ne supporte pas. – Non, le bruit que vous aimez, là. А, что я имел? Да, что это то! Что у вас будет лететь? Это, что. Ваше желание, гласум, фабрир. Да, вы должны в النucle. Да, есть один, который я люблю, который я люблю, это не очень сильно гипотет. Ну, это не просто Громов. Да, этоET! Гипотет! Когда люди не знают, что вы говорите, что он говорит на банк-лине, где-то ш vista лепопетет, вы можете отправиться на бухгалитую. А, без nyt этого! Это делает, когда это работает. Нет, это работает! — Хом ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? — Michel Audiard, avec sa casquette. — Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? — Politicien. — La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? — L'animal, le yorkshire. — Le yorkshire, évidemment, oui. — D'ailleurs, il n'est pas là-dessous, là. — Elle dort dans la loge, mais où elle regarde la télé, je sais pas, elle va vous parler de ça tout à l'heure. — Et enfin, si Dieu existe, ça c'est une question très sérieuse, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire, à vous, Jean-Paul Belmondo ? — Eh bien, écoutez, moi, je suis un optimiste, alors j'aimerais qu'il me dise, écoutez, je me suis trompé, descendez. — Вот такой отрывок. Как видите, тут очень короткие вопросы, как Blitz, это уже в самом конце интервью, и короткие, достаточно короткие ответы. Итак, начнем с первого вопроса. — Alors, on termine par le questionnaire. — Oui. — Votre mot préféré. — Mon mot, Vargeté. — Alors, on termine par le questionnaire. — Votre mot préféré. — Итак, мы пока не заканчиваем наш опросник. — Le questionnaire — это опросник. Ну, как вы понимаете, идет от слова une question, вопрос, un questionnaire, опросник. — Alors, on termine par notre questionnaire, на этом наш опросник не заканчивается. — Votre mot préféré. — Ваше любимое слово. — И Belmondo отвечает. — Момон, la varieté. — Что означает разнообразие. Вообще, само слово, la varieté, означает разнообразие. — Даже многообразие. — Да? — И вот его любимое слово. — Момон, la varieté. — Le nom de votre théâtre. — Oui. — Entre autres. — Он вначале там чуть запинается, потом говорит le nom de votre théâtre, название вашего théâtre, oui, entre autres, да, среди всего прочего. Это выражение, oui, entre autres, да, помимо всего прочего. Еще раз прослушаем. — Alors, on termine par le questionnaire. — Oui. — Votre mot préféré. — Момон, la varieté. — Le nom de votre théâtre. — Oui, entre autres. — Le mot que vous détestez. — Le mot que je déteste, je vais vous dire vivisection. — Le mot que vous détestez, слово, которое vous n'enavidите, терpеть не можете. Ответ, le mot que je déteste, je vais vous dire, тут on думает, да, слово, которое je n'enavижу, je vais vous dire vivisection. По-русски это тоже vivisection, если честно, я не знала этого слова, если вы знаете, напишите об этом в комментариях. Конечно, я загуглила и посмотрела, vivisection или vivisection, это проведение пожизненных хирургических операций над животными с целью исследования функций организма, вот что такое. То есть это операции над животными, просто для научных целей, видимо. И поскольку Бельмондо очень любил животных, у него есть йоркшический терьер был, да, то об этом он еще будет говорить в интервью, вы услышите. Он, видимо, очень трепетно относится к животным, поэтому это слово для него самое ненавистное, vivisection, vivisection. Вон говорится. Вон с лоф commitments, ло театр. Вильмондо, видимо, плохо слышал и начал говорить противоположное. Аудиовизуальные игры, вот это я вообще не переношу, и Бернар Пивой мне говорит, «Non, non, les sons que vous aimez, нет звуки, которые вам нравятся, а, те, что мне нравятся, давайте еще раз прослушаем». «Три удары, когда звучат они как пам-пам-пам. Когда звучит, происходит как пам-пам-пам. Напоминаю, слово «ку» первым делом означает «удар». И если среди моих зрителей сейчас есть люди, которые всегда хотели узнать разные значения слова «ку», а у этого слова очень много значений, на эту тему есть два видеоурока отдельных, и я постараюсь не забыть оставить ссылки. Но если что, впечатайте в поиск YouTube «гайанэ-ку», и вы найдете эти уроки. Итак, «Три звука пам-пам-пам». Бернар Пиво говорит, «Эй, лосон ou лоо бруи, что вы детестете, это же, да, 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 это игры». В моей сети «нолевых звука с ним» «А, лоо, я люблю». А, лоо, 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 лооо… Вопрос. Ваши слова про клены? Не знаю, в русском есть это, я, может, от украинского это взяла. Ну, в общем, плохие слова, grand mot, mat, blasphème, это все синонимы. Geron, grand mot, blasphème, favori, ваши любимые матерные слова, скажем так. Vous devriez en avoir un. У вас, по идее, должно быть такое слово, oui. Vous devriez en avoir un. Правда, конечно, Бернард Пейво тут говорит очень быстро, но я уже как бы дописала сама. «en avoir un», ну, по грамматике, по крайней мере, мы должны повторить, да, у вас должно быть хотя бы одно такое слово. Вау, votre Geron, grand mot, blasphème, favori, là, vous devriez en avoir. Oui, il y en a un, il y a un, qui est très, très démodé, c'est sa per l'hypopète. Ce n'est pas un grand mot. Ah, si, ça l'était. Тут тоже, Бермондо говорит очень быстро, но я, опять же, записала просто даже в некоторых моментах интуитивно, если я где-то ошиблась, напишите мне об этом. Его ответ «oui, il y en a un que j'aime bien», насчет «je aime bien» я не уверена, но он произносит «il y en a un», да, у меня одно есть, «il y en a un que j'aime bien», qui est très, très démodé, которая очень устарела. «Vous savez le mot, la mode, это moda, être la mode, быть в mode, и être démodé, быть вышедшим из моды». Il y en a un qui est très, très démodé, c'est «sa per l'hypopète». И вот это слово «sa per l'hypopète», я его, если честно, слышала раз или два вообще в жизни, не слышала, чтобы его особо вообще употребляли, но да, я знаю, что оно есть, и как вот сейчас оказалось, когда Бермондо его сказал, Бернар Пиво удивился, потому что это слово, видимо, во-первых, démodé, да, уже не в моде, так сказать, ну и оно уже не считается бранным словом, да, «sa per l'hypopète», как переводит словарь русско-французский, это что-то по типу «чёрт побери», ну, наверное, можно как «маусы», может быть, перевести его сейчас, как это употребляется, ну, типа, как «капец, чёрт», но, в общем, есть такое слово в словаре «sa per l'hypopète». Давайте ещё раз прослушаем. Громот, blaspheme, фабори, да, вы должны вон овать. Oui, есть, и я думаю, что есть, что я еще раз это, что вы думаете, это «сапер л'hypopэта». О, «сапер л'hypopète». О, это не «громот», но это не грубое слово, это не мат, это не «громот». А, если «салетей», нет это мат, он раньше был матом, «салетей», да, раньше это было матом, «салетей». Когда-то это было мотом. Саперлипопэйт, повторяет Бернард Пиво. Ну и Бельмандо говорит, когда люди не знают, потом он себя как бы перебивает и говорит, если вы скажете, если вы пойдете и скажете где-то в пригороде слово Саперлипопэйт, вот этот кто-то, он врежет вам. Футро, инкляк, инкляк это как бы затрещина и футро, инкляк это глагол футро, имеет тоже много разных значений, на эту тему тоже есть видео, если вам интересно, но вообще футро, инкляк означает врезать. Одним глаголом мы это переводим. Футро, инкляк, по-моему вначале он вообще хотел сказать выражение футро, что намного грубее звучит, да, вломить футро, но он потом себя поправил и произнес футро, инкляк. Сан модир, ни сказав ни слова, молча врежут вам. Си вы дите, си вы зале дир, инкляк, а келкен Саперлипопэйт, илк ва ву футро, инкляк сан модир. Если вы кому-то в пригороде скажете Саперлипопэйт, этот человек вам врежет просто молча. Саперлипопэйт, это не так. В общем, это, как вы видите, просто разговоры, тут обрываются фразы, но я надеюсь, что вы поняли суть и услышали, что он говорит. Едем дальше. Мужчина или женщина для новой иллюстрации, для новой банкноты, да, для иллюстрации на новой купюре. Мишель Аудиарь, это режиссер французский. Алекса Каскет с его кепкой, фуражкой. Не знаю, как это правильно перевести. Конечно, в современности, ункаскет, это первое, что выходит, например, в гугле, это кепка. Кепка по-французски будет ункаскет. Но помимо кепки, также есть значения, как фуражка, картуз, кепка. Разные значения. Но вот как, что носил Мишель Аудиарь, вы видите. Oui, Мишель Аудиарь, алекса Каскет. Мужчина или женщина, для новой билет-банки. Мишель Аудиарь, алекса Каскет. Ле митие, что вы не любите делать, политики. Ле митие, что вы не любите делать. Профессия, которую вы никогда бы не хотели делать. Тут он употребил кондиционер пассе, условия прошедшего времени. Ле митие ко вы не любите делать, который вы никогда бы не сделали. Ну и ответ. Политичен, политик. Ле митие ле вы не любите делать, политичен. Ле митие, л clumsy, полотната или вaintsfigур в том, что вы любите. Лparable, лaperик. Льобы proyect. Л cleansing. Растение, дерево, либо животное, в которое вы хотели бы реинкарнироваться. Donc, la plante, l'arbre, l'animal, dans lequel vous aimeriez être реинкарné. Ну и ответ Бельмондо, l'animal, le yorkshire. Но, как вы понимаете, я уже вам говорила, что у него был на те годы yorkshire terriere, и он любит животных, видимо, да, и он, конечно, бы реинкарнировался в животное terriere, который у него был. Вы aimeriez быть реинкарнен? Л'анимал, лёгкшер. Лёгкшер, это, конечно, да. Далее, он не находится в доме. Она находится в доме, но она смотрит на теле, я не знаю, она будет поговорить о том, что это все время. Лёгкшер повторяет пиво, это очевидно, это очевидно, это очевидно. On peut dire aussi c'est évident, можно употребить и так, это ясно. D'ailleurs, elle est pas là dessus là, кстати сказать, он случайно не внизу, здесь сидит под столом. La dessus, это pote, да, он имеет в виду pote-столом. Elle est pas là dessus là, elle dort dans la loge ou elle regarde la télé, je sais pas. Она спит в la loge, как я посмотрела, la loge у животных также называют иногда клетку. У меня никогда не было животных, поэтому я точно этой лексики не знаю, но, скорее всего, он имеет в виду ее вместо своей собачки, да, у нее есть, видимо, какое-то свое, своя ложе. Elle dort dans la loge ou elle regarde la télé, je sais pas. Она спит либо смотрит телевизор. D'ailleurs, il est pas là dessus là... Elle dort dans la loge ou elle regarde la télé, je sais pas, elle va me parler de ça tout à l'heure. Et enfin, si Dieu existe, ça c'est une question très sérieuse, si Dieu existe, que aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, Jean-Paul Belmondo? Québec. Et вот, последний вопрос. Et enfin, si Dieu existe, ça c'est une question très sérieuse, si Dieu existe, que aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, Jean-Paul Belmondo? Ну, и под конец, последний вопрос. Если Бог существует, а это очень серьезный вопрос, если Бог существует, что бы вы хотели, что бы он вам сказал, Jean-Paul Belmondo? И смотрите, как строится интересный этот вопрос. Да, уберем момент того, что это разговорный язык, и он тут чуть-чуть переставил вместо фраз. Но, в общем, enfin, si Dieu existe, c'est une question très sérieuse, si Dieu existe, que aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous? То есть, que aimeriez-vous, l'entendre vous dire, après votre mort? Так было бы совсем правильно выстроить фразу. И смотрите, que aimeriez-vous, l'entendre vous dire? Что бы вы хотели, его услышать, вам сказать? Вот как строится по-странному эта фраза. И для этого есть, вот этому есть объяснение. После глаголов «слышать», «видеть», «замечать», после них очень часто во французском ставится инфинитив. На эту тему есть отдельный видеоурок. То есть, французы говорят... Можно, конечно, сказать «Je veux que tu me parles», либо «Je veux t'entendre me parler». Вот. «Я хочу, чтобы вы просто уловили и поняли эту особенность». Есть во французском такие фразы. Они кажутся крайне странными для нас, русскоговорящих людей, но они существуют. Вот вам живой пример. Что бы вы хотели, что бы он вам сказал, что бы он вам сказал, что бы вам, после вашей смерти, Jean-Paul Белмондо? Еще раз вопрос, и его ответ, и на этом интервью заканчивается. И еще раз вопрос, если Бог существует, если Бог существует, что бы вы, после вашей смерти, вы спросите, «А вы, Jean-Paul Белмондо?» «Мой, я хочу сказать, я хочу сказать, что я ошибаюсь. Я хочу сказать, что вы, если Бог существует, я хочу сказать, что он сказал. Я мечтал бы, я мечтал бы, ставим дальше глагол в форме subjonctive. Я хотела бы, чтобы он мне сказал, «экутэ, я ме суй тромпэ, десендэ». Ну, извините, я ошибся, спускайтесь, можете спускаться. «экутэ, я ме суй тромпэ, десендэ». Прослушаем еще раз. Вы, après votre mort, лентом, вы вы dire, а вы, Jean-Paul Белмондо. «экутэ, ма, я ме суй тромпэ, десендэ». «Мерси». Да, вот на такой вот немного механичной, грустной ноте мы заканчиваем наш отрывок. Давайте еще раз полностью просмотрим его. Ну и потом я, как всегда, подрезюмирую лексику и какие-то грамматические моменты. «Алор, он терминь паркесионер». «Воот ромо преферэй?» «Варьетэ». « 멋енение февгоhewаль?» «한다. Ум Marshall Хлебен Сиди». «Алорова бизнеса?» «Беги, ме эшкин.4». «убега, десендэ». «Воот ромболекфаворти?» «аната». «Ромболектен». «Ромболекфавортиев?» « packaging projets audiovisual?» «Ромболекфав personaje» «эксп ми тcık, ромболекфавкиl» «son амболекфавкин». «Ромболекфавкин». «Поголекфавкин» «Всегает connected?» Это же я. Вотру гробовоу гласин favorит? Вы должны виноват. У него один, который я люблю, который я люблю, это « саперлипопет». Это не просто громоу. Да, это было. Саперлипопет. Когда люди не понимают, если вы говорите в баню, что саперлипопет, он вы разговаривает. Он говорит, что саперлипопет. Это не везет. Когда ты делаешь, это не везет. Это не везет. Ход или вам, как вы можете illustрить? Увел милет. Ходиар, с чем-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Что ж, надеюсь, вам понравился данный разбор Думаю, он был несложный Наверное, те, у кого даже уровень А2 Вы, по крайней мере, первую часть Точно должны были понять и услышать Во второй части встречались некоторые сложности Для понимания на слух Но, в общем, я думаю, отрывок был несложный Давайте пройдемся по лексике La variété означает разнообразие, многогранность Помимо слова variété, которое мы понимаем в театральной лексике Un géron, un gros mot, un blasphème Все это синонимы, чтобы сказать мат, грубое слово Un blasphème, это даже больше богохульство Но употребляется также в значении оскорбления Ну и слово saper l'hypopète Вот вам, как бы, можете в копилочку его положить Хоть оно и démodé, уже не в моде, неупотребимо Но оно существует, как видите, Бельмондо любил это слово Saper l'hypopète Foutre une claque, это кому-то влепить за трещину Sans moudire, молча, мы говорим по-русски Врезать молча Foutre une claque à quelqu'un sans moudire Врезать кому-то молча Un billet de banque, это банкнота, либо купюра Если что, да, слово billet помимо билета Еще означает и купюра Напоминаю, что после фраз таких, как Je voudrais que, j'aimerais que Дальше мы ставим глагол в форме субжонктив Например Je voudrais que tu sois là Я хотел бы, чтобы ты был здесь Или Je voudrais qu'il me dise Я хотел бы, чтобы он мне сказал Как у нас говорил как раз-таки Jean-Paul Бельмондо Ну и также выражения с инфинитивными конструкциями После глаголов Слышать, видеть, чувствовать Entendre, écouter, voir, regarder, sentir После них часто мы ставим инфинитив Например Je vois mes amis danser Я вижу, как танцуют мои друзья Je vois mes amis danser Если вы говорите Я вижу, как они танцуют Это будет Je les vois danser Вот как строится фраза Как я уже говорила Более детально на эту тему Я говорила в отдельном видеоуроке Где было много примеров И в частности из песен Либо из каких-то фильмов По-моему, тоже На этом сегодняшний разбор заканчивается Я буду рада почитать ваши комментарии Надеюсь, что вам он понравился На этом я с вами прощаюсь Мы увидимся с вами в следующем видеоуроке Напоминаю, подписывайтесь на мой телеграм-канал Теперь уже подписывайтесь на мой инстаграм И увидимся с вами в следующем видео Merci beaucoup A la prochaine sur ma chaîne Au revoir